Дорогие студенты, призываю никого не стесняться, ведь сегодня действительно каждый сможет задать интересующий его вопрос нашему главе государства, нашему президенту. В зале установлены микрофоны. Если вы хотите задать вопрос, поднимайте руку, и я дам вам слово. Добрый день, Александр Кригоревич. Мы вот недавно с друзьями в общаге разговаривали на тему, почему президентам быть сложно. Мы сошлись во мнении в том, что президентам быть сложно, потому что одновременно нужно в голове держать огромный объем разнопланной информации и успешно его анализировать. И мне интересно, как человека, как вы с этим справляетесь, и как программиста, пользуетесь ли вы какими-то специализированными аналитическими системами, или, может быть, вам помогает искусственный интеллект? Спасибо, Никита. Интересный вопрос. Но не думайте, что у меня голова отличается от вашей. Точно такая голова. Просто надо уметь систематизировать ту информацию, о которой вы говорите. Если бы я все это держал в голове, голова бы развалилась давно. Я думал иногда над этим, потому что приходится сталкиваться с огромным массивом не только информации, но и принятием многих-многих решений. А для того, чтобы принять решение в этот компьютер, все грузишь, грузишь информацию, чтобы найти правильное или неправильное решение, понимая, что не дай Бог в таком обществе, как белорусское наше общество, искренне говорю, где в основном умные и образованные люди, в подавляющем большинстве совершить какую-то системную или глобальную ошибку. Это самое опасное для любого руководителя, особенно первого лица. Поэтому я честно думал об этом много раз. Думаешь, господи, это же надо и там и сельское хозяйство, и туда, и сюда. Вот почему голова не развалилась? А вы знаете, это как, ну не будем говорить современным языком, проще скажу, это как в библиотеке на полке. Знания всей информации разложены, и в нужный момент, принимая то или иное решение, направляясь тем или иным путем, ты с этой полочки достаешь ту информацию, тот опыт, это очень важно, опыт для принятия соответствующего решения. Поэтому не думай, что я в голову все загружаю, и там это все накапливается. Нет, надо уметь анализировать. Я очень благодарен своим преподавателям, своему первому гуманитарному историческому образованию. Группы были по 25 человек, две группы маленькие, можно сказать, нас очень серьезно обучали. У нас классные были преподаватели. В советские времена, мне кажется, вообще плохих не было. Может и в наше время точно так. Хотя преподаватели часто критикуют публично за желтые конспекты. И когда преподаватель отстает от жизни. Могу привести ряд примеров, если у вас будет интерес, чтобы обосновать свою позицию. Ну и потом, я же президент, как же я могу не критиковать? Критикую, надо же двигаться вперед, и критика способствует этому. Поэтому меня научили в ВУЗе не только накапливать, и не столько накапливать вот эту информацию, хотя ВУЗ это как раз то место, где ты получаешь знания и накапливаешь. А нас учили тогда из огромной массы, из факта, чем тяжел был, что там огромный массив информации, документы тех времен, если они есть, археологические раскопки, все надо было изучать, монографии, которые понаписывали ученые столько, что половина хлама была, и мы это сейчас уже понимаем. И все это надо было осваивать, изучать. И нас учили выбирать нужное, выбирать главное и систематизировать. Должна быть система. Я подробно об этом говорю, потому что это для вас тоже важно. Особенно для инженера, для того, чтобы из всей этой массы, огромной массы этого давления, рассказов, советов, выбрать ту изюминку, которая даст результат. Это очень важно. Надо анализировать. Без анализа ничего не получится. Ну и, конечно, опыт. Не хочу никого обидеть, не хочу себя тут приподнять. Я, помните, говорил, что президентом стать невозможно. Президентом надо родиться. Я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся в эту сферу. Я много сейчас думаю, естественно, переходный период. Я понимаю, что кто-то придет после меня, будет руководить страной. Плохо, хорошо. Это вы потом оцените, сравнивая. Все познается в сравнении. И я думаю, вот они все президенты у нас на глазах. У вас меньше, а у меня-то они все на глазах. Начиная от вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями парламента нашего. Вот они все на глазах. И вчера я подумал об этом. Ну вот, а кто? Вот я приду, разброс шитания, и вы скажете, слушай, а ты посоветуй нам, а кого поддержать в данной ситуации? Честно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня. Отдельными качествами. И вчера я, допустим, подумал, вот если бы в одном человеке эти качества соединить, вот уникальный бы был человек, идеальный был бы президент. Но главное, это опыт. Ребята, это опыт. Я наблюдаю, все-таки, мне позволяет годы работы президентом, говорят, вот молодежь, молодежь, молодежь. Я тоже привержен этому. Но в последнее время мы назначили, я назначил много молодых руководителей, высших должностных лиц. Молодых относительно, которым и сорока нет. Да и сам я президентом стал сорока, еще не было, 38 лет. Поэтому я могу это оценивать, сопоставлять. Вот я назначаю этих, надо, чтобы были молодые люди, но думаю о том, чтобы они прошли какие-то ступени. И мой опыт, моя жизнь президентская позволила мне этих людей увидеть в деле. Все люди, которые наверху в стране, они на моих глазах выросли, я часто говорю, вы мои дети. Даже, может, они постарше, чем дети мои, но все равно мои дети, потому что они выросли у меня на глазах. И назначая их, пусть даже им 40, 42 года, может, даже 38, я понимаю, что у того или иного есть опыт человека. Конечно, я смотрю там не в зачетку его, как он учился, но интересуюсь, как ты в школе учился, как ты в вузе учился, потому что знания необходимы. И знания являются базой, фундаментом, на который ложится ваш опыт. Вот это все вместе и страстное желание сделать что-то полезное, ну, это будет способствовать тому, что ты будешь более-менее эффективно работать как президент. Добрый день. Александр Григорьевич, считаете ли вы необходимым участие университетов Республики Беларусь в международной рейтинговой системе и в системах в целом, их множество? И на ваш взгляд, являются ли они объективными, честными и справедливыми? Ну, если университеты хотят быть в этой рейтинговой системе, ну, принимайте участие, но я на это практически не обращаю никакого внимания, потому что все это политизировано, все это задано изначально. Вот ректор сегодня докладывал, говорит, у него в этом году будет оказание услуг по экспорту на сколько-то процентов? 105% в росте. На 5% выше, чем в прошлом году. И финансирование, это больше половины финансирования университета, так? Да, да, то есть у нас в структуре половина бюджет, половина заработанных денег. Вот это рейтинг, если к вам иностранцы едут, это рейтинг. А то, что эти брехуны напишут, нарисуют, ну, вы знаете, кто сидит и эти рейтинги создает. Рейтинг в глобальном плане, это авторитет, это люди вот туда стремятся поступить и так далее, и тому подобное. Если уж честно, абсолютно говорить, на эти рейтинги я обратил внимание, когда мой младший сын в этом году поступал на биотехнологический факультет, и вот он, я хочу в Пекинский университет поступить, как Си Дзиньпин, он учился там. И у нас программа есть совместная, они только 5 человек берут. Все обучение на английском языке, сложная эта система, но он ходит пятерку к рейтингу, он пятерку ходит по рейтингу мировых вузов. Но я думаю, ну пятерку, ну, наверное, что-то... Самый крутой Китай. Хотя я не люблю эти рейтинги, но думаю, Китай все-таки не Беларусь. И вот он попал в эту программу, не жалеет, это БГУшная, БГУшная программа вместе с Пекинским университетом. Но, я к чему говорю, что основа была рейтинг. Вот в пятерку лучше ходит. Это тоже, кстати, на рейтинг работает. Да? И Пекинского университета. А, ну, может быть, может быть. В Китае все знают, что там президента сына учатся, и все время меня зовут туда, как я в Китай приезжаю. Они все время меня в университет зовут. Вот сейчас секретарь парткома этого университета в этом году привез нам 37 руководителей университетов, и они в очень высоком мнении были о нашем образовании и завязываются отношения. Ну, ты же был при этом. Да, да, и научные, и образовательные, и китайцы фонды для нас пользуют. Поэтому вот это вот используем. Хотя рейтинг для меня, для меня, может, я не прав. Ничто. Будем на рейтинге смотреть и делать свои выводы. И идти своим путем. Благодарю вас. Здравствуйте, Александр Кригорьевич. Я курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации Поречина Олеся. Так что, будешь стюардессой или пилотом? Пилотом буду. Пилотом. Это интересно. Впервые гражданка Суверенной Беларуси Марина Василевская совершила полет в космос. Все мы знаем, что этому событию предшествовала тщательная подготовка. Скажите, пожалуйста, когда нам ожидать следующий набор для полета в космос? Я бы лично хотела в нем поучаствовать, поэтому подскажите, пожалуйста, как можно это сделать? Ну, где ты была раньше? В школе. В школе училась, да. Ну, если серьезно, я могу серьезно ответить. Ясно, что Василевск это были мои договоренности с президентом Путиным. Я ведь понимаю, что такое в космос. Это же подготовка. Это большие деньги. Ну, готовимся и прочее. Я так скромно в очередной раз говорю, слушай, Володя, а денег у меня нет. Да я знаю, мы подготовим за свой счет. Ну, как человек отнесся по-братски, как старший брат. Чтобы тебе полететь в космос, не вопрос, я тебе устроить смогу по блату в отряд космонавтов. Я могу, но полетишь ты, может быть, через 11 лет, может, через 12 лет. То есть, как положено, как там готовят космонавтов. Это время, время, время. Ну, будет небольшое преимущество у тебя, что ты девушка. Все-таки в отряде космонавтов в России женщин практически нет. И вот тогда разговор зашел, а кто, как. Они хотели в космос, чтобы полетела женщина. Я говорю, хорошо, мы белорусскую найдем, женщину, и полетит женщина наша. Ну, так и договорились. Проверили там около тысячи человек. Она объективно была лучше. Я был там в центре подготовки, смотрел, как они готовятся. Выбрали двух девчонок, это полетит, это дублер. Вот так это произошло. Но это как исключение. А чтобы еще полететь, ну, это уже твои способности. Конечно, я буду поддерживать, но это годы. Это годы. И это тобой будет нарабатываться определенная программа. Или ты там тараканов будешь разводить, грубо говоря, или ты там растения какие-то будешь на этой станции проверять и прочее. Это уже будет конкретная программа. И это годы. Ну, может быть, с американцами договоримся. С китайцами. Да, с китайцами. Я об этом уже думал. Поэтому, если серьезно, это профессия. И в нее надо идти, как будто вот ты бы пришла и летала там где-то третьим, пятым пилотом, потом вторым. Потом бы у меня уже стал первым пилотом, была командиром моего самолета. Ну, знаешь, как это постепенно, особенно твои коллеги присутствующие здесь, старшие, знают, как это растут люди. То, что там еще сложнее в космосе. Ну, если серьезно, я тебя разочаровал? Может быть, немного. Тот, кто стремится к цели, он рано или поздно дойдет до этого. Спасибо большое за такой развернутый ответ с большим объемом инсайдерской информации. Я говорю вам для того, чтобы вы понимали, что вы инженеры, вы люди нацелены на какой-то объект конкретной разработки. И вам там, что там в Америке, на Ближнем Востоке, все вот он нацелен. Все, ничего подобного. Эта жизнь вас захлестнет. И вы, как я сказал в своем вступлении, вы должны этим заниматься. Вы должны в этом ориентироваться. Обязательно должны ориентироваться. Но самое главное, мой вам совет. Знаете, я же понимаю, что кто-то придет за мной, он будет этим заниматься. Но мой вам совет, исходя из моего опыта. Вы ни в коем случае не отрываетесь от своей земли. Вот мы видим сейчас этих беглых. Они, вон пресс-секретарь у меня. Они туда ей звонят, передайте президенту. Письма мне пишут. Мы ошиблись хотим. Я говорю, пожалуйста, у нас комиссия. Генпрокурор выставляет туда в комиссию. Идите доказывайте. Они же вообще снимались на фоне БЧБшникова, БЧБфлагова и прочее. А это все остается. У нас же целый архив. Ты приходишь. Так, ты что там делал? Они думают, что мы не знаем, чем они занимались. Объясни, всякое бывает. Бывает же, как у нас на роде в Рашарике за ролики заскочили и ошибся человек. Ну давай. Мы же заинтересованы в том, чтобы ты вернулся на родину. Это очень важно и для меня лично. Но если ты виноват, ты должен ответить по закону. Иди в комиссию. Мы сто человек помиловал, подписал три указа. Никто на меня не давил, никто меня не просил, ни с кем мы ничего не разменивали. Мы изучили вопрос. Этот больной, коспус он там такой. Он же вот с Зиньковичем там расстрелять вертолет президента собирались на посадке и так далее. Он пошел стрелять. Куда ты пошел? Обнаружили рак. Ну что в тюрьме его там держать? Выпустили. Другие там есть и больные, и хромые, и разные. К власти стремились не хромые. Как в тюрьму попали хромые? Ну хромые, ну выпустили мы его. Чисто по гуманитарным соображениям. Ну и потом, я же говорю, что многие люди, молодые особенно, но не соображают, ну поперли там. Одно дело, когда ты где-то там в толпе шел, а другое дело, когда ты совершал уголовно наказуемое преступление. Разбираемся с целью того, чтобы их вернуть. Но те, кто за собой грешок серьезный имеют, они сюда не вернутся. Все они вот такие. И спасибо Юрию Зиньковичу, который откровенно рассказал, как они планировали этот переворот. Они уже регионы поделили. Ты что, не смотрел это интернет? Смотрел, конечно. Вот они регионы поделили. Это ты туда, тебе это, тебе это. И в центре мы еще определенное направление. Вот он говорит, я законодательство там какое-то должен был отрегулировать и так далее. Кто в КГБ, кто где. Они уже страну поделили. И вот они баламутили, баламутили тогда и сейчас баламутят. Деньги через них выделяют, они эти деньги тратят. А этим, я уже их бедолагами называю, которые побежали на Запад, а им денег нет. Просится домой, потому что имели образование, как ребята здесь и прочее. А там говорят, посуду мыть. Что поляки тебе какую-то хорошую работу дадут, они сами будут на хорошей работе. А ты давай пристежку. А они же не привыкли, они же привыкли нормально работать. Ну, поэтому я говорю, вы не отрываетесь от земли. И самое главное в жизни, вы никогда не торопитесь. Спокойно, тихо, терпение, и вот выждать надо какое-то время. Но это белорусские качества. Именно так надо поступать. Ни в коем случае с бухты, барахты никуда не бросаться. Ни в коем случае. Хотя вот я советую вам, сам такой был. Даже в советские времена. Беда была для ректора и для декана нашего факультета. Все за справедливость боролся. Но с преподавателем у меня в хороших было отношение. Поэтому я понимаю все это. Но вот я и пришел, чтобы вам объяснить, что ребята, не спешите никогда. Да, надо идти быстро, но не спеша. Нельзя отстать, затопчуть, я уже говорил. Но поспешишь людей, не смешишь. Не я придумаю. Поэтому аккуратно думайте, выверяйте, собирайтесь, советуйтесь. Но закрепитесь на своей земле. Добрый день, Александр Григорьевич. Меня зовут Петюль Дарья. Я студентка 4-го курса факультета инжиниринга и технологии связи Белорусской государственной академии связи. Мы все непонаслышки знаем, что вы не используете мобильный телефон, не пользуетесь им. Однако это стало незаменимой частью жизни молодежи. И как уже вы сегодня не раз говорили, что мы создадим наш первый белорусский телефон, можно узнать, пожалуйста, это уже идет на этапе больше разработки данного устройства, либо это все еще планируется и в планах? Я на самом деле пользуюсь мобильным телефоном закрытой связи. А где мой этот телефон? Дай мой телефон. Спасибо, спасибо. Вот мне, это закрытая связь, я объясню. Вот я сейчас набрал пресс-секретаря. Тут попросили всех. Девушке показать. Дай девушке телефон, мы поговорим с ней. Все видно? Ну что, не слышишь меня? Слышь, слышь. Здравствуйте, мы с тобой уже по здоровью. И тут и там вас слышу. Ну, спасибо. В чем особенность этого телефона? Это специальная связь. Наша связь, только белорусская. Этот телефон шифрует голос, поэтому он несколько такой получился вот по штуку. Массивный несколько. Мы делаем сейчас его, чтобы он был такой вот, как ваши эти айфоны и так далее. Вот я могу этим... И то у адъютанта находится мой телефон, я его с собой не ношу. И если на меня кто-то вышел, он мне принес телефон, я переговорил и отдал. Владимир Порисович, у вас есть такой телефон? Вот Наталья Ивановна Качанова, у нее есть. А у министра образования есть такой телефон? Конечно, у министра образования, да. Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Меня зовут Левицкий Артем. Я курсант Белорусской государственной академии авиации. В нашей стране существует традиция давать названия каждому наступающему году. А как вы думаете, чему стоит посвятить 2025 год? Году качества. То есть у нас будет второй год подряд год качества? Даже пятилетка, я об этом думаю сейчас. Это важнейшая тема. И почему я, откровенно говоря, недоволен ни средствами массовой информации, ни тем, как у нас это проходит, этот год качества, он не звучит, во-первых. А если не звучит, значит, этим страна и не живет. А это же важнейший вопрос. Более важного вопроса для Беларуси нет. Потому что все, что мы производим, мы за счет этого живем. А все, что мы производим, производит весь мир. Тракторы производит весь мир. Автомобили производит весь мир. И не хуже нас. Сельхозтехнику тоже самое производит весь мир. И прочее калийное удобрение, нефтепродукты, нефтеперераб... Это все делает весь мир. А как тогда нам жить? Мы же хотим свое продать. А как продать? Если будет качественно. Для нас главный вопрос сейчас, вопрос качества. Не потому, что у нас плохая продукция. Но она должна быть на порядок выше по качеству. Это вопрос выживаемости. И этот вот начальник у нас присутствует. Я хочу, чтобы они это услышали. У нас вопрос качества в этом году не прозвучал. А значит, страна этим не живет, повторяю. А это важнейший вопрос. Поэтому, как когда-то мы, по-моему, повторили год малой родины. Да? Да. Вот я все больше склоняюсь к тому, что нам надо иметь пятилетку качества. И за высококачественные показатели. Какой-то вуз, допустим, по качественным параметрам победил. Ректор, герой труда. Вуз награждается, опащается и так далее. Технику какую-то произвели супер качественную, мирового уровня даже выше. Руководитель, герой труда признается, эта техника качественной, знак качества. И со всеми вытекающими последствиями. Но это не звучит. Вот если уж откровенно говорить. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что... Ну, пока у меня других идей нет. Может, вы предложите что-то серьезное? Да. На самом деле предложение есть. Я хотел бы назвать наступающий год год исторической ответственности. Ответственности нас, граждан страны, за сохранение исторической памяти нашего государства. Интересно. Интересно. Спасибо. Подумаем над твоим предложением. Хорошо. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Вы неоднократно говорили, что Запад пытается создать ситуацию мятежа в нашей стране и, так скажем, влезть в информационное поле. Какие накануне и на сегодняшний день угрозы в информационном поле нам грозят? Какими уловками пользуются наши недруги? И как с этим бороться? Владимир Борисович, вот повернись, дай ему микрофон. Это главный человек, присаживайся, он интереснее ответит, чем я. Это главный человек, он живет и спать ложится с телевизором и просыпается, там, наверное, уже забыл, что женат, наверное. Вот у него все информационное. Владимир Борисович, ну расскажи про угрозы. Я думаю, что большинство из тех, кто присутствует в этом зале, об угрозах, об информационной безопасности, об инфогигиене знают больше, чем, наверное, даже люди в нашем ряду. Но если это ребят волнует, молодого человека, мы можем отдельную лекцию в рамках выступлений наших информационно-пропагандистских групп здесь организовать. Они больше в плане технической реализации этих вызовов Запада. А мы с точки зрения организации вот этой идеологической информационной сферы воздействия на молодежь, от ЦИПСО до продюсеров, блогеров... Я хотел сказать, расскажи им про ЦИПСО это, потому что вот это вранье в рамках ЦИПСО, это катастрофа. Врут на прополу. Вот как это, помните, Буча-Буча в Украине, помните? Это вот информационно-психологическая операция была организована, и притом наша разведка четко установила, кто это был. Наши молодцы, как они это отследили, и номера машины, как приезжали туда и прочее. Поэтому вот показали на весь мир, и все говорят, это хатынь. Это как в Беларуси хатынь. Вот вам информационно-психологическая операция. И постоянно они это делают. Ну, мы стараемся отвечать. Только Владимир Борисовичу я и другим сказал, ребята, в основе должна лежать правда. У нас правды хватает. Зачем врать? Зачем трупы было туда свозить, в Бучу, бросать на улицу и связывать им руки за спиной? Ну, чтобы показать варварство России, в кавычках. Вот они переборщили там. А нам правду, ну, зачем нам ЦИПСО по миграции? Ну, зачем? Они убивают людей и перебрасывают через границу. Мы это снимаем, мы это показываем и так далее. Ну, более остро надо показать, чтобы это смахивало на информационную психологическую операцию. Ну, если Владимир Борисович, он не хочет, он готов тут прочитать лекцию. Но вот и вам было бы интересно. Это ребятам нужно. Желающим, кто хочет знать, что происходит в мире, сегодня идет информационная война. Вот он главнокомандующий в информационной войне в Беларуси. Он отвечает за идеологию и информационную, в том числе и безопасность. Вместе с КГБ там и так далее, но он главный. Что сегодня идет информационная война. Слава Богу, что пока информационная. Не дай Бог горячая война. В этой информационной войне мы стараемся с ними воевать. Недавно Владимир Борисович с коллегами создал этот первый информационный канал. При всех недостатках. Я его тоже критикую. Вижу, что они уже начали двигаться в более самостоятельном направлении и так далее. Но хороший канал. И в чем я себя заподозрил и обнаружил. И малыш мой, я его так называю. Он мне недавно говорит, папа, мы с тобой уже другие каналы не смотрим. А включаем эту, чтобы получить комплекс информации основной. Это тоже плохо надо будет уже Ивану Эйсманту думать, а чем же заполнить те каналы. А ОНТ канал. То есть надо там уровень поднимать. Потому что этот канал как-то уже затмил другие. Ну, еще я вот смотрю третий этот канал или какой у нас. Где там фильмы старые показывают. Культурный этот канал. А Беларусь-3. Беларусь-3. Хороший канал. И славянский базар, там и песни, и танцы, и пляски. Все то, что людей интересует, показывают. Ну, это с моей точки зрения. А другие надо подтягивать. Ну, вот ответили, хорошо ответили. Притом, там же у вас интернет-вещание. Видеобилл.бай первая платформа запущена, работает. Так что, если у вас будет интерес, скажите ректору. Владимир Борисович с коллегами выйдет и расскажет, и проинформирует. И с КГБ пригласит ребят, чтобы рассказали им, что происходит. И факты конкретные привели. Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня мы действительно наблюдаем такую тенденцию стремительного развития информационных технологий. И в частности, искусственного интеллекта. Наши студенты его используют сейчас повсеместно. Зубра хочешь мне подарить? Да. Картину, которую наш студент нарисовал с помощью нейросети. Да. Дал ей задачу представить Беларусь технологии и символы. И, как видите, получилась вот такая вот композиция. Так отдадите мне ее? Конечно, в память о сегодняшней встрече Александра Григорьевича. Спасибо. Показываю всем. Ребята, спасибо большое за это общение. Если будут идеи председателю совета ректоров, я обязательно откликнусь. Но хорошие идеи. Вот искусственный интеллект, мы уже этим владеем. Уже Владимир Борисович себе там записал, кому надо обращаться, если нам надо что-то тут придумать хорошее. Спасибо большое вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ